Как перевести школу в эффективный режим развития? Об этом сегодня говорили на окружном семинаре для руководителей общеобразовательных учреждений. Мероприятие прошло в 28-й школе, где для педагогов провели мастер-классы и интерактивы. Подробности в сюжете. Вместо групп экипажей космических кораблей, вместо рабочих материалов, методичек, бортовые журналы. Участники семинара сегодня смогли окунуться в космическую атмосферу. 12 апреля мы праздновали День космонавтики, поэтому тема космоса не случайна. Тем более в этом году празднует 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Поэтому сегодня все мероприятия посвящены в том числе космической теме. Космос-космос – сама тема семинара достаточно серьезная. Управленческие и образовательные практики перехода школы в эффективный режим развития. Его главная цель – обмен опытом. В каждой школе есть своя изюминка, в каждой школе есть своя особенность. И это прекрасно, что каждому образовательному учреждению, какому уровню, есть что сказать, есть что рассказать. И продемонстрировать свой уникальный, неповторимый опыт. Своим опытом сегодня делился коллектив 28-й школы. Для своих коллег педагоги подготовили доклады и интерактивы. Мы в течение пяти лет работали, отрабатывали программу инновационной деятельности. И вот наработанный в ходе пятилетней такой инновационной деятельности опыт работы мы сегодня будем передавать коллегам лучшее, что у нас получилось. В связи с выбранным космическим оформлением участники семинара указывали расположение планет Солнечной системы, выясняли, у каких объектов сильнее гравитация и даже запускали ракеты. Кроме того, преподаватели поучаствовали в мастер-классах. Например, воспроизвели элемент педагогического совета и обозначили активные методы обучения. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новости Мура.